55 лет в эфире! Это уже известность в городе, это стабильное качество и очень приятно работать с персоналом, нам оказывают всегда помощь, поэтому идут на контакт, поэтому мы выбираем и бизнес-кейс. С холдингом бизнес-кейс мы достаточно давно сотрудничаем, мы размещаемся на восьмом канале, в частности корреспонденты делают сюжеты достаточно хорошие и нам очень нравится сотрудничать с бизнес-кейсом, в дальнейшем, конечно, планируем поддерживать взаимоотношения. Первыми свои возможности представили сотрудники восьмого канала. Телевидение, самый молодой ресурс холдинга, в 2019 году ему исполнилось 6 лет. Канал стартовал как первое цифровое телевидение, вещающее в Приморье. И за это время восьмой канал прочно занял свою нишу среди СМИ и в сердцах телезрителей. Восьмой канал известный, канал хороший, знаю давно, работаю давно, то есть мы в основном канале тоже регулярно размещаем сюжеты, бывает размещаем ролики. Ну кроме вас, естественно, работаем с теми остальными телеканалами, но восьмой канал это как нечто, такая вольстовская достопримечательность. Журналистов ценят за умение вникать в детали, за ответственность, за способность быть разными разноплановыми, потому что приходится вникать совершенно в разную информацию и разбираться во всех этих вопросах, процессах, иногда порой очень непростых. Но именно журналистская работа в этом и состоит, что нужно погружаться в то, что хочет клиент и выдавать какой-то качественный продукт. Хедлайнером развлекательной программы «Бизнес-пати» стала группа «Радио Бэнд». Свои возможности гостям представили популярные ведущие шоу с радио Ви Би Си. Создатели ярких программ, таких как «Сестренки шоу», «Экватор», «Чай котики», «Рок-н-ролл» узнают только по голосу, ведь для слушателей они всегда находятся по ту сторону микрофона. «Бизнес-пати» в игровом формате – прекрасная возможность познакомиться с любимыми ведущими лично. Это утренние шоу «Сестренки». Именно с них начинается каждое утро Владивостока. Еще одна радиостанция холдинга «Радио Лема» в эфире уже 23 года. Горожане знают и любят «Лему» не только за свежую информацию, актуальную музыку и развлекательные проекты, но и за конкурсы. Всеми узнаваемый «Лема-мобиль» несколько раз в год колесит по городу и дарит подарки автомобилистам. Для детей «Лема» ежегодно организует конкурс «Радуга талантов», а прекрасным дамам знаком фотоконкурс «Леди осень». Добились мы и многого за эти 55 лет для нас. То есть мы стали лучшими радиостанциями в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Восьмой канал стал вещать и вещать уже не только в Приморском крае, но уже заходит и на Хабаровский край. Мы развиваемся, растем, прошли в YouTube, сделали свой сайт. Теперь нас можно смотреть с любого онлайн-планшета, с любого телефона, в любой точке мира. Презентации трех ресурсов «Радио Лема», «Восьмого канала» и «Радио Ви Би Си» была интересна всем, ведь она прошла в виде интеллектуальной викторины под названием «55 на троих». Викторина была также полезна для бизнеса, ведь потенциальные и реальные рекламодатели участвовали в розыгрыше подарков и бесплатного эфирного времени. Никто из представителей компании не рассчитывал, что получит сертификат в 100, 200 и даже 300 тысяч рублей. Работать с творческой командой сотрудников бизнес-кейса – это выгодно и креативно. И если сейчас вы верстаете бизнес-план своей компании на 2020 год, не упустите шанс прозвучать на весь край в программах и шоу ресурсов бизнес-кейса. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.